Особое мнение на 101FM Потому что у нас сегодня запланированное было, а вчера было не запланированное А вчера было внезапное Внезапное, да Так что тут вот я прошу свои извинения перед слушателями, что может быть чересчур как бы часто оказался в эфире на этой неделе Да не страшно, бывает у нас такое Ну я постараюсь как бы оправдать доверие Хорошо, ну понятно, да, тема со вчерашнего дня тема тянется Тема связана с уходом Владимира Быкова с поста спикера Законодательного собрания Кировской области Вчера, как мы выяснили в эфире, пока нет ясности с тем покидает Владимир Васильевич пост руководителя рекотделения Единой России или нет Ну во всяком случае официально об этом пока не говорится Да, и заявление, как нам вчера было сказано, никакого не видели Возможно, к этому моменту ситуация уже изменилась Мы вчера не успели поговорить о том, а что будет вообще дальше с нашим законодательным собранием То есть понятно, что пост спикера не может оставаться вакантным Кого-то на это место будут выбирать из числа действующих депутатов, как я понимаю Ну и вот здесь надо все-таки разобрать возможные варианты И понять, кто может занять этот пост И с чем это связано, да, и какими могут быть последствия Вопросов много, ответов гораздо меньше А вообще я сижу, думаю, Аня, знаешь, вот так много мы времени вообще и сил за этот период времени тратим на этого человека Который на самом деле не очень в этом плане как бы достоин нашего такого большого внимания Потому что хочу сказать, что хотелось бы лучше говорить сейчас о людях, которые что-то на самом деле очень приятное и хорошее сделали для города Помнить о них, восхищаться их делами, трудами Здесь мы совершенно противоположный человек И столько к нему внимания, столько к нему привлеченного усилия для того, чтобы о нем говорить Конечно, это странная история, но при этом хочу сказать, что, наверное, люди хотят не мести какой-то, а определенной справедливости Потому что это ведь говорит о том, что насколько сегодня власть готова одинаково относиться к людям, которые нарушают закон Независимости от их должностей и чинов То в данном случае будем говорить о будущем ЗАГС Собрании, о его председателе, конечно, которые, в общем-то, я думаю, что в ближайшее время будет Значит, и на самом деле для 99% и десятых жителей Кировской области это, в общем-то, ничего не изменится Жизнь, она какая была, такая и будет Я не думаю, что там придет какой-то совершенно активный и новый человек, который, в общем-то, изменит работу ЗАГС Собрании Потому что его в данном созыве изменить невозможно, потому что люди совершенно сидят не те, которые, в общем-то, хотят что-то менять Так, ну, так вкратце Статус-кво сохранится, но, тем не менее, надо понимать, да, что есть во власти, так скажем, несколько группировок Ну, группа влияния, которые на сегодняшний момент хотели бы данную ситуацию переломить в свою точку интересов Да, это всегда было, это всегда будет, и понятно, что мы сегодня говорим о том Вообще немножко странно, конечно, законодательное собрание должно в интересах жителей действовать в Кировской области, а не своих интересов Если это, на самом деле, в идеале, то в данном случае мы же как переводим? У нас сейчас, как бы, борьба внутренняя, она идет, в первую очередь, в партии власти Так Значит, партия власти, это, на сегодня, по-любому, это партия Единая Россия Да, и у нее большинство мест в нашем парламенте У нее большинство мест в нашем парламенте И в городской думе, и в государственной думе, и в Совете Федерации То в данном случае там, да, ее участие, оно, довольно-таки, к сожалению, очень большое Значит, то в данном случае... То есть, если мы говорим о том, кто будет новым спикером, то с вероятностью, сколько процентов это будет представитель Единой России? Ну, это 99,9 99,9 Если не случится чего-то невероятного Нет, я бы даже дал кавказские показатели, это, наверное, 102-103 процента А, вот так Да, конечно Понятно Другого просто быть не может Хорошо, ну вот давайте, фракция Единая Россия многочисленна в законодательном собрании Называлось несколько фамилий, ну, в том числе председателя комитета по бюджетам и налогам Бакин Бакин, по бюджету и налогам, да Ну, давай мы сроки вернемся, все-таки, что главная борьба сейчас развернется в первую очередь Внутренний групп влияние за секретарство партии Единой России Так Значит, я думаю, что до 8-го числа уже будет понятно там, фактически, кто возглавит региональное отделение партии Единой России в Кировской области Значит, на сегодняшний момент, мне кажется, что там, как бы, есть три группы влияния, которые претендуют на это место В первую очередь, конечно, это правительство Кировской области В лице губернатора В лице губернатора То есть то, что озвучивалось, да Да, что, в принципе, я не отвечаю, что может быть от правительства-губернатор Вернее всего, что вероятность большая, что секретарем будет господин Васильев Да, но вот здесь, смотрите, какая история Хотя, на самом деле, скажу, что практика последних времени по Российской Федерации Это может считаться редким результатом, потому что в последнее время очень редко, где губернатор является секретарем партии Вот что говорят аналитики, да, эксперты по этому поводу Губернатор это такая фигура, в сторону которой стекается весь негатив За все проблемы, которые есть в регионе Часто там, да, так, вольно или невольно Во всех этих проблемах люди винят руководителей региона, то есть губернатора И в свое время, когда разделяли вот эти вот вещи, да, там, губернатор, руководитель партии, там, губернатор, экотделение партии, губернатор, там, и еще что-то, да, какой-то пост Говорилось о том, что, ну, вот не надо их соединять в одном лице, как раз потому, что негативно будет влиять там одна фигура на имидж партии, условно, имидж партии на фигуру на саму То есть это сложно Аня, ну, это тенденция последнего времени, потому что мы видим, все, что принимают последние, там, 3-5 лет партии Единая Россия является негативным последствием для жителей Российской Федерации Значит, если мы вернемся немножко раньше, то все губернаторы мечтали выдвигаться от партии власти, от Единой России И в какой-то формате они хотели и контролировать эти органы на территориях Российской Федерации Ну, не все губернаторы, есть у нас редкие примеры в российских регионах, где губернаторы не являются членами Единой России Но мы знаем их историю, это в основном или у них очень большие проблемы там с управлением и конфликтом с администрацией президента Или еще чаще мы видим, что они находятся в местах не столь отдаленных, это пример Кировской области Да, но Никита Белых, между прочим, при поддержке Единой России выдвигался, если мне память не изменяет Да, значит, дальше происходит такая история, что, в общем-то, сегодня мы говорим, что да, правительство Кировской области в лице губернатора вполне может быть Так, это один из вариантов Это один из вариантов Второй у нас есть, как бы, еще депутаты Госдумы Значит, это Олег Дарьянович Валенчук Который, в общем-то, наверное, тоже, как бы, рассматривает такую возможность влиять на Единую Россию И, в общем-то, как-то контролировать этот процесс на территории Кировской области Потому что он является старым членом партии Очень давно уже депутат Госдумы четвертого созыва, по-моему, он уже четвертый раз избирается То, наверное, бы очень он хотел и мечтал бы еще и в 2021 году пойти на столь великий пост То есть Олег Дарьянович может стать руководителем реконселения Может претендовать, да, значит И второй у нас есть депутат Госдумы От Единой России Да, Рахим Избойевич Азимов Азимов, да, который, в общем-то, тоже по информации СМИ Когда говорят о будущих председателях То мы видим, что здесь непосредственно будущим председателем предлагают быть еще господину Медведкову Так, подождите, все-таки давайте мы разделим Председателя, вы имеете в виду сейчас рекотделения партии? Нет, нет, председателя ЗАГСобрания Потому что, если бы не всплыла эта фамилия То тут, как бы, можно было бы понять, что интересов компании Уралхим За Единую Россию, как бы, нет Но в данном случае, когда всплывает на должность председателя ЗАГСобрания, я сейчас говорю Фамилия Медведкова, то мы говорим, что господин Медведков это компания Уралхим То в данном случае, значит, они все-таки участвуют в процессе Как одни из кандидатов для того, чтобы взять региональное отделение Так, подождите, то есть надо все-таки вот сейчас разделить Потому что у меня путаница в голове То есть есть два поста, которые занимал Владимир Васильевич Быков Один из которых он занимает еще все, да? Нет, он пока оба занимает Пока занимает еще не ушел Хорошо Значит, есть два поста Пост спикера ЗАГСобрания, председателя ЗАГСобрания И пост руководителя рекотделения партии Единой России На пост председателя ЗАГСобрания претендует кто? Смотри, я думаю, что на пост председателя ЗАГСобрания Будет очень сильно зависеть позиция, кто возглавит региональное отделение То есть этот человек обязательно должен быть параллельно спикером ЗАГСобрания или нет? От него будет очень зависеть, кто будет председателем в зависимости Представлять именно это объединение в ЗАГСобрании То мы говорим, что если сегодня, к примеру я тебе говорю Что руководителем регионального отделения Единой России становится губернатор Васильев Который в принципе является членом партии уже многие годы там То, наверное, мы должны смотреть, кто бы больше всего подходил Именно под правительственную квоту как секретаря Председателем ЗАГСобрания То в данном случае я соглашусь, что да, наверное, это Бакин Владимир Гаврилович Потому что, во-первых, он старейший депутат, наверное, нашего законодательного собрания Для меня лично он не самый лучший, потому что все в четвертом-пятом созыве Негативные законы, которые были приняты, в основном предлагал ООН И защищал всегда эти законы он Но при этом он очень близок к Константину Гозману И он это никогда не скрывал То в данном случае, как бы, вот здесь уже, как бы, видно, что если председатель Ой, секретарем Единой России становится губернатор То вернее всего, что должность председателя займет Владимир Васильевич Ой, Владимир Гаврилович Бакин Так, сейчас сделаем небольшой перерыв на полминуты и вернемся Особое мнение на 101FM Дмитрий Русских в нашей студии, депутат ЗАГСобрания 4 и 5 СОЗО Предприниматель продолжаем разбирать возможные варианты развития событий Кандидатов на два поста На два поста, да Председателя ЗАГСобрания и руководителя отделения партии Единой России Первая связка Васильев Бакин Она, в принципе, вся понятна Дальше мы смотрим другую связку То, что если будет предложено депутату Государственной Думе Рахиму Азимову Возглавить региональное отделение То в данном случае на председателя больше всего в этой тенденции подходит господин Медведков Который является представителем Уралхима в городе Киеве Та и та кандидатура, это Уралхим Да, значит, то в данном случае мы там тоже эту связку видим Следующая связка депутата Госдумы господина Валенчука Если он На постпредседателе отделения То мне кажется, что в данном формате больше подходил бы, наверное, в эту связку Роман Титов В качестве председателя ЗАГС Собрания Объясню, почему Ныне вице-спикер Вице-спикер это раз Во-вторых, он все-таки представляет ОНФ И в отличие от Медведкова и Бакина Он значительно моложе И мне кажется, для федеральной Единой России Он более подходящий по возрасту и по энергетике Потому что господин Турчак, он довольно-таки молодой человек Роман Титов в нашей студии, надеюсь, будет завтра Мы у него, конечно же, спросим Хотя, на самом деле, я знаю, что он уже вчера и сегодня находится в Москве Не знаю, не знаю Может быть, уже и нет, а может быть, и да В данном случае, к тому, что то, что мы сегодня читали по будущим председателям ЗАГС Собрания информацию А мы взяли, в принципе, ее из СМИ, это не из головы там То они увязываются в определенное сочетание между региональным отделением и председателем ЗАГС Собрания Значит, в последнее время очень редко бывает, что председатель ЗАГС Собрания И руководитель регионального отделения это в одном лице Это долгие годы Вот Владимир Васильевич совмещал Совмещал, ему это удавалось И в этом плане, конечно, надо сильно понимать, что В общем-то, это как раз и был один из главных счетов То, что я говорил О том, что до сих пор никаких действий уголовных в отношении бывшего главы города господина Быкова До сих пор не было предпринято Хорошо, вот у нас такие три кандидатуры на пост председателя ЗАГС Собрания И три кандидата на пост руководителя регионального отделения Могут быть какие-то неожиданности в этом списке? То есть может появиться еще какая-то фигура, которая пока не озвучена На пост руководителя, например, регионального отделения? Я думаю, что это наше предположение, то, что мы сегодня там слышим и видим На самом деле никто точно знать не может Кроме высшего руководства наэропартии и администрации президента То есть решение принимается там? Да, я не исключаю, что может быть Ну, конечно, при согласовании, в том числе и с губернатором Кировской области Но старая практика показывает, что руководитель регионального отделения может быть вообще извне У нас в свое время был Игорь Егошин, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Но ведь Кировскую область представлял в Государственной Думе, насколько я помню, или нет? Он представлял сначала Владимирскую, а потом, по-моему, Кировскую Но он был извне там И Вячеслав Чимченко, он тоже в какой-то момент руководил региональным отделением Какой-то короткий период времени А сейчас является сенатором Сейчас является сенатором Кировской области То здесь, конечно, могут быть любые варианты И, конечно, никто точно Сегодня на кофейной гуще мы сидим, гадаем Просто мы обсуждаем то, что Вполне может быть, но это не факт, что так состоится Так, хорошо В таком случае, по председателям ЗАГС Вот эти три кандидатуры Медведков, Бакин и Роман Титов На ваш взгляд Наиболее вероятный вариант какой? Я понимаю, что да, все будет увязано С тем, кто будет, по вашему мнению Кто будет руководителем регионального отделения Вот для меня там и для большинства жителей Кировской области Никакой разницы на самом деле нет Значит, конечно, главный фактор будет Как очередной Это насколько комфортно будет работать Губернатору и председателю ЗАГС Собрания То есть у этого человека должно быть Хорошее отношение с Игорем Васильевым Да, потому что там, что греха таить Мы сегодня там понимаем, что правительство области Очень хорошо взаимодействует И контролирует ЗАГС Собрания Кировской области Особенно фракцию Единой России Значит, в данном случае понятно, что Эти все три кандидатуры Никакой проблемы для губернатора не создают То есть конфликций не будет? Они все комфортные, они все удобные Они очень все добрые, приятные И, в общем-то, исполнительные люди Что, в принципе, сегодня для действующей власти Очень важно Хорошо Еще вопрос у меня про оппозицию Про оппозиционные фракции Если взять, хорошо, договаривайтесь Да, если взять Единственное, что все-таки У Бакина и Медведкова Очень запредельный уже возраст Там 70 и выше Значит, ближе к 70 и больше 70 То понятно, что Роман Титов выглядит более молодым Более энергичным Более молодым, более энергичным Более прогрессивным, наверное, да? Хорошо Кто как хочет, так это назовет Хорошо, хорошо Вчера в нашем эфире вы слышали это, да? Мы опрашивали представителей разных фракций Разных политических сил И оппозиционные фракции нам сказали Что, да, действительно Они подумают над тем Не выдвигать ли свою кандидатуру Возможно, как я понимаю Это будет какой-то, ну, компромиссный вариант Который устроит всех Насколько вообще реально Что оппозиция договорится И все-таки выдвинет Какого-то одного своего кандидата На пост председателя Вот Или они понимают Что это, ну, практически там, да Невозможная история Чтобы выбрали председателем Не представители Единой России И даже пытаться не будут Вот Способны ли они договориться И если да То кто это может быть? Это самый сложный вопрос Значит, смогут ли объединиться Оппозиционные партии Наверное, он заключается В другом немножко варианте еще Чтобы для того Чтобы объединиться По поводу председателя Потому что все прекрасно понимают Что это на 101% Невозможная история Что точно кандидат Выдвинутый сегодня От оппозиции Не станет председателем ЗАГС собрания Значит, то Просто для картинки Конечно, им было бы хорошо Все-таки Показать, что они Все-таки оппозиционные Наконец-то партии В жизни главное не финиша Участие Как говорилось Надо хотя бы засветиться Единым фронтом Было бы, наверное, для них Очень правильно и хорошо Но у них возникнут Вопросы по замам Да, то Сегодня зам только один Это от ЛДПР От оппозиции мы имеем в виду Да, от оппозиции Другие две партии Не представлены Я думаю, что это может быть Таким форматом о том Что они не смогут На этом почве договориться И не выдать Единого кандидата А, то есть они Будут пытаться Каждый тянуть одеяло на себя Особенно по заместителям Постзам Да, но я бы им порекомендовал Не мучиться И не Как бы Не издеваться над собой А найти этого кандидата Как раз в составе Единой России То было бы Зам найти Нет, нет, нет Председатели А, председатели В составе Единой России Да, потому что Как бы И предложить От оппозиции Другого кандидата Из партии Единая Россия Потому что Так будет хотя бы Какая-то конкуренция Ага, понятно Ну, это мое предложение Потому что, понятно Глупо Как бы Я не знаю Регламент А регламент вообще Предусматривает Что представители Оппозиционных Фракций Выдвигают кандидата Если мне память не изменяет Любой депутат И фракция Может предложить Любого кандидата На должность Председателя ЗАГС О, это будет интересная Такая конструкция Ну, это я такой но-хау Им предложил Чтобы они там Не сильно скучали Потому что Вернее всего Что может получиться Что будет один Представлен кандидат И все там дружно Пойдут за него проголосовать А я правильно понимаю Что замы Вот замов Мы пока не трогаем Там, да Эту историю Хотя СМИ сообщали о том Что возможно Будет некие Ну, не знаю Там перетурбации Перестановки Да И те люди Которые сейчас являются Заместителями Председателя ЗАГС Собрания Могут там Кто-то другой может Ну, я думаю Что будет такая игра Внутренняя Конкретно касающаяся Каких-то голосований Каких-то возможностей Кто-то кого-то должен Поддержать взамен На то-то, на то-то То я думаю Что какая-то там Связка она может сработать И вернее всего Что она будет работать Могут ли представители Оппозиционных фракций Сейчас поторговаться Вообще не в таком положении Чтобы торговаться И сказать Хорошо, окей Единая Россия Мы поддержим вашего кандидата Любого, которого Вы предложите на пост Председателя Но за это дайте нам Еще одного зама Ну, вообще торговля Особенно В законодательной власти Я думаю Что это очень некрасивый пример Что значит некрасивый пример Мы знаем прекрасно Что так и происходит Так происходит Но они должны Себя вести правильно По отношению В первую очередь К избирателям И вернее всего Что голосовать За любого Кого предложит партия Единая Россия Но поставить Нужен главный вопрос А насколько это будет Полезно Для территории Кировской области И для кировчан Назначение вот этого председателя Поставить можно Любой вопрос Дмитрий Михайлович Вопрос-то в другом В том что Я думаю При большинстве Единой России Любой кандидат Единой России Если скажут Единой России Голосовать за него Он пройдет Я думаю Что какая-то Из оппозиционных партий Можно что-то выгадать А может быть не одна Конечно торговлю начнут То есть можно что-то выгадать Ну наверное что-то выгадают Или зама себе выгадают Или комитет какой-то выгадают Ну что-то Что-то все равно Будут какие-то попытки Предпринимать Это же будет хорошо Для избирателей Правильно Ведь человек который В статусе вице-спикера Наверное Большим влиянием Он как-то там проблемы Своих избирателей Может более оперативно решать Нет? Ну я думаю Что у нас вообще Любой депутат Он находится примерно В равных правах И если у него В первую очередь Есть у самого желание Что-то менять и делать То он может и Не быть вице-спикером Но делать гораздо больше Чем любой председатель Даже ЗАГС В ранге рядового депутата Конечно В ранге рядового депутата Было бы желание Хорошо Ну я так понимаю Что нам сейчас остается Только ждать 24 числа Да Это заседание Законодательного собрания У нас очередное Если мне память не изменяет Да Я думаю Что там должно появиться Заявление Владимира Васильевича Быкова О сложении полномочий И соответственно На этом же Я думаю Что это необязательно Могут и Отложить Избрание нового председателя До того периода До следующего Пленарного заседания Которое будет в ноябре То есть На том пленарном заседании Которому уже будет ясность По руководителю По руководителю Отделения Единой России Это более последовательно И мне кажется Что примерно так и должно А без спикера Может работать Законодательного собрания Почему там Есть же заместители Они спокойно То есть вполне себе Вполне Как бы проведут И следующее И будущее Законодательного собрания Это как бы все В рамках Как бы закона И законодательного собрания Все это возможно Значит И Я думаю Что наверное По такому пути пойдут Дмитрий Русских В нашей студии Депутат законодательного собрания Кировской области Четвертого и пятого созыва Предприниматель Да Еще дополнение Самая интересная история Что Мы вчера уже об этом говорили Что вообще вот это Кто-то говорит Что повлияло на такое быстрое решение О том Что так все быстро понеслось На самом деле Что значит быстро О том Что Владимир Быков Должен уйти в отставку Говорится Несколько месяцев Активно Я думаю Об этом говорится На протяжении Пяти Четырех лет И в общем-то Никуда Это не переходило И не вытекало При всем при этом Наверное многие забыли Но я вам напомню Что в апреле месяце Значит Этого года Владимир Васильевич Был переизбран Еще на пять лет Руководителем Регионального отделения И в данном случае Точно Никакой вопрос Кадровый И какой-то там Изменение Ротации Ротации в партии В апреле месяце Точно никакого не было Ну прошло полгода Ну полгода Но это не прошло Не три года Это прошло буквально недавно Значит Тут очень много Вернее всего Что факторов Которые в общем-то Повлияли на Все-таки Принятие такого решения И я думаю Что это не конкретно Там Только одни митинги Там Да Или петиция Ну я думаю Что это очень большой пакет Который в общем-то Привел к негативной реакции Уже И администрацию президента Как я говорю Всегда говорил Что это политический вопрос Привлекли внимание центра Да Центра и руководителей Уже федерального Партии Единая Россия Потому что в данном случае Мы видим динамику О том что Доверие к партии И так падает И власти А тут еще И такая история И самое главное Что Вот вчера Правильно Николай сказал Я посмотрел 8 ноября Начинается Новое дело По Известному И Когда-то Главному Единородству В городской думе Дмитрию Никулину Который возглавлял На тот момент Фракцию Единой России В городской думе То у него Начинается судебный процесс 8 ноября Там еще одно дело Связано с ЭТП Связано с электронным проездом Да Там очень много Всяких вопросов И мы видим Что Как бы Это все идет По нарастающей И вернее всего Что и там Будет озвучена Фамилия Владимира Васильевича Быкова Как организаторы Каких-то Определенных вещей И я думаю Чтобы Не нагнетать Обстановку Все-таки Из этого Сегодня Так все быстро Принимается решение Чтобы к этому моменту Владимир Васильевич уже не возглавлял Региональное отделение Чтобы он был уже свободным человеком И к нему Уже можно было Подходить Как к человеку Который Как и все на земле Имеет полное право Отвечать за свои Содеянные действия И поступки Дмитрий Михайлович Вот какая история Дело уголовное Сейчас Если мы говорим О парке Победы Оно расследуется Второе уголовное дело Оно В отношении Неназванных лиц Городской администрации Пока расследуются И фамилии Нам никакие не назвали Но весь город знает все фамилии Да Секундочку Мы сейчас сделаем перерыв На полторы минуты И вернемся Особое мнение На 101FM Еще немного поговорим О деле Парка Победы С Дмитрием Русских Нашим гостем Программа Особое мнение Остановились на том Что Вот собственно Говорят Уголовные дела Есть еще Опросы По Парку Победы И вот сейчас В перерыве Просто Дмитрий Михайлович Я говорила Что ведется дело Да Вот второе уголовное дело Уголовное дело Которое было заведено В отношении неназванных Лиц городской администрации Вот И несмотря на то Что в суде По делу Парка Победы Все абсолютно Свидетели Которые приходили Кивали в сторону Владимира Быкова И говорили Что значит Вот это он нас Попросил Это он нас Заставил Не знаю Принудил Боюсь вот сейчас Какие-то там Резкие слова Использовать Хорошо Попросил нас Сделать вот так-то Так-то и так-то Вопросов к нему Юридически По крайней мере Вот как я их вижу Человек там Далекий от юриспруденции Да Их нет Потому что решение Принимали депутаты Городской думы Проголосовали Проголосовали Вот пожалуйста Подписи Вот решение Да Продажа участка Состоялась там За минимальную Вот эту вот сумму Тоже вроде по российскому закону Насколько я помню Там законодательство У нас предусматривает Что арендатор Берет себе участок земли Если строит на нем Какой-то спортивный объект То потом он эту значит Землю может выкупить По льготной какой-то стоимости Но льготная цена восстанавливается От кадастровой стоимости То в данном случае Я не помню В истории города Кирова Когда приходили Обычные предприниматели И допустим В главе города В главе города И предлагали ему выкупить Предлагали чтобы им отдали Или к депутатам Даже не буду говорить В главе города О том что мы им В каком-то парке Отдали участок И еще вдобавок Со 150 миллионов Его за два года Обесценили до трех А потом продали И как-то Это мы про снижение Кадастровой стоимости Кадастровой стоимости И потом выкуп По льготной цене Как ты говоришь За 338 тысяч рублей И как-то неожиданно Там во всех этих списках И в учредителях Оказался сын Владимира Васильевича Быкова Случайно? Случайно Ну конечно случайно Все случайно То в данном случае Таких случайностей В городе за его управление Произошло очень много И то что мы сегодня говорим О том что сегодня Там нет к нему Вроде юридических вопросов Но у меня сегодня Тоже возникает вопрос А тогда господина Ефаркина За что посадили С юридической точки зрения Ему дали 6 лет За что? За то что он купил Задешево землю И за то что он ее Дорого продал Но мы все должны Четко понимать Что ни один бы предприниматель Никогда бы такие Условия не получил И один бы никогда Такое не совершил То в данном случае Я там уверен Что есть еще Оперативные данные У органов Которые занимаются Всеми этими делами Не только парком победы Ну много было претензий Да Я думаю что претензий Очень много Мы видим по точечной застройке И по тому что Никулин задержан И по ПТП Мы там видим полное Разворование Всего что было То в данном случае На протяжении Большого периода времени В городе Кирове Работала определенная Организованная группа В администрации города Которая в общем-то Все эти дела И вершила Сейчас главное Нужно определить А кто все-таки Возглавлял ее И в данном случае У меня там есть Почему-то такое Внутреннее убеждение Что в общем-то Те вещи Которые сегодня Происходят Они как бы Имеют определенную Последовательность Для того чтобы Привлечь кого-то За что-то Надо его Каких-то определенных Полномочий И статусов Убрать Для того чтобы Не наносить Репутационного ущерба Тем организациям Которым он имел отношение Да конечно И в данном случае Это такой Мне кажется Запоздалый шаг Но он наверное Все-таки существует И решение принято Потому что Человек стал токсичным Раз Во-вторых Как бы Этот снежный ком Он только нарастает И понятно Что кого бы Не задержали Из администрации И не взяли у них Какие-то Как бы Не производили допросы И там постоянно Что-то происходит И что-то еще вырастает При всем при этом Мы там помним Что Уже люди отсидели За то Что было С троллейбусным парком Когда там все это делалось Плюс мы помним Историю про военные билеты Которые тоже там Происходили еще Там Многие уже не помнят Не помнят Да Но это ведь не Сегодня взялось Это вообще Там шлейф идет Буквально с 2003 года Когда еще Человек работал в военкомате А потом уже перешел в город Я вас правильно понимаю Вы не исключаете Что к Владимиру Быкову Претензии появятся И они будут озвучены Я так думаю Что 99% кировчан Считает Что как я уже говорил Что это не месть А факт справедливости То мы все хотим услышать Насколько Как бы У нас сегодня Именно подход Различных Судебных органов И силовых Одинаково Относятся К любым людям Которые Нарушили закон Так Это один вариант Развития событий И в социальных сетях И в комментариях К новостям обсуждается И второй вариант Развития событий Что он уходит Спокойно на пенсию Нет Да Либо значит Владимир Васильевич Уходит спокойно на пенсию Пенсия у него Должна быть неплохая Судя там По предыдущему месту работы И по этим местам работы Наверняка Я думаю что По представителю Законсобрания Есть вопрос Там по-моему Нужно чтобы Человек проработал Не меньше пяти лет Но все равно Как бы Есть пенсия Человек в возраст Давайте не будем переживать Будем переживать За всех других пенсионеров Есть второй вариант Он действительно Нашел какую-то Хорошую работу Тут вот В порядке бреда Конечно Но обсуждается Там да Это совершенно глупая история Отправка в Совет Федерации И еще куда-то Место кого И кем Значит Я в эту историю Вообще не верю Потому что Мы не видели там Что Владимир Васильевич Я являлся каким-то профессионалом В каких-то вещах Он точно не является Никаким профессионалом Подождите Человек занимался Муниципальным управлением На протяжении долгого времени Все равно он умеет Это делать Он знает Как выстроить работу Там я не знаю Парламента городского Или областного Неважно Мы видим Как работал городской парламент И за что он голосовал И как все выводилось И как вся работала схема Вообще вывода Но люди которые были довольны тем Как работал городской парламент В городе были Дмитрий Михайлович Ну что Были люди такие Я таких людей Честно говоря не очень знаю Но тем не менее По крайней мере На первом суде Который был по Ефаркину Мы видели Как докладывал Руководитель Там архитектуры Рубцова госпожа Там Мамедова И имущество И другие депутаты Как у них все это работало Да в этом плане Создание там Определенной Преступной группировки У них работало все хорошо Так подождите Вот все таки Давайте мы такими словами Пока не будем Разбрасываться Это мое личное заключение Я считаю что Один человек Или Владимир Васильевич Буков Или господин Ефаркин Такие схемы По выводу И выделению участков земли Не только под парком Победа Другие В одиночку делать не могли Это делала большая группа людей Которые все прекрасно понимали Которые за все прекрасно голосовали Но статус их пока не определен Поэтому преступниками Мы этих людей называть не можем А мы не говорим что они преступники Мы говорим что это Организованная группа лиц Хорошо Организованная группа лиц Это другое Да То есть вы не верите в то Что это новая работа А какая новая работа в 67 лет Я не знаю таких новых Понятно Да ладно вам что вы Жизнь только начинается в 67 лет Раньше вот В 40 лет жизнь только начиналась А сейчас в 67 А если он такой профессиональный человек И так хорошо работает Почему бы ему и дальше не продолжать работу Председателям ЗАГС Собрания Ну вы же сами сказали Потому что токсичная фигура А на другой работе он не будет токсичным Ну может это не будет работа Связанная с репутационными издержками Для Единой России И там законодательного собрания Органов власти Чего угодно еще Тогда это будет издержками Для жителей города Кирова Не знаю Может это будет какая-нибудь Когда они вообще потеряют Любую надежду В справедливость и вправду Ладно подождите Барон Мюнхгаузен В свое время Цветами торговал Дай бог всем здоровья Я даже не удивлюсь Что после всех уходов Еще Владимира Васильевича Наградят каким-то орденом Допустим Когда он уходил Из города Кирова Ему вручили За достойную Муниципальную службу Как бы медаль Ну хорошо Не исключайте Не исключайте Ладно у нас остается 5 минут Дмитрий Михайлович На самом деле Мы всю программу посвятили Кому не хотели посвящать И не должны посвящать И поскольку Не очень много времени Я все-таки вас Хотела бы Попросить Прокомментировать Историю С территории Квату Мне кажется Для жителей Это важно Комитет по защите Прав матерей Предложил Губернатору Игорю Васильеву Создать на территории Бывшего Квату Образовательный кластер Они его Называют Вятским Сколково Вот И пишут Собственно Что получит город Чиновники Получат имиджевый проект Дети Нормальные Полноценные Условия Обучения Можно получить Архитектурную гордость Города Инновационные Территориальные кластеры Способны взять на себя Решение Важных государственных Задач Таких как Привлечение инвестиций Создание новых Рабочих мест Улучшение социально-экономических Показателей Я текст письма Видела Там есть еще ссылка На то что собственно говоря Киров это Не хочется говорить Слово дыра Но вот такой Не очень развитый город В отличие от соседей Да Которые идут Семимильными шагами Вперед Казань Нижний Новгород Где-то что-то Создается Давайте сделаем На территории Квату Вот образовательный Кластер Аля Вятская Сколково Я напомню Просто в нашей студии Анатолий Чурин Бывший руководитель Системы кировского образования На протяжении Десятилетий Озвучивал эту идею То есть он предлагает Перенести на территорию Квату Построить там Здание для наших Ну скажем так Прогрессивных Продвинутых школ Вятской гуманитарной гимназии Физико-математические лицеи Да-да-да То есть это те школы Куда родители Чаще всего Все равно ребенка возят То есть это не школа По месту жительства Это школа Куда ребенка возят И в принципе Разницы большой нет Там возить На улицу Свободы Там да Вот где Вятская гуманитарная гимназия Или в Макаре Там да Где ФМЛ Началка Да Вот Или возить на территорию Квату Таким образом Мы в центре города Получаем здание Освободившееся После переезда Этих образовательных учреждений И в эти здания Можно завозить После ремонта Там образовательные школы Обычные Общеобразовательные Которых у нас не хватает И нет места для строительства Вот А на территории Квату Появляется такой кластер Ну фактически Это такая Не закрытая конечно территория Ну огороженная может быть территория Да Где дети там Из своего Учебного учреждения Передвигаются в учреждение Дополнительного образования Где спортивные какие-то Есть школы И прочее 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 То есть такая безопасная территория Для детей Вот вам как кажется Это реально вообще Или нет Потому что Игорь Васильев В этой студии говорил Что такая Такая идея Рассматривается тоже В том числе Или все-таки Территорию Квату Застроят Многоэтажками Там будет жилой район Ну может быть там одну школу Один садик построит Потому что обещали нам Что не будут возводить микрорайоны Без социальных объектов Ну вообще Сама идея И вообще мысль Мне очень нравится Она на самом деле Очень крутая И мне кажется Что в данном случае Мы на самом деле Последний Довольно-таки Большой период времени Не являемся Городом Такого Большого развития Значит Хотя в советские времена У нас был один из самых Развитых городов При Волжском округе То мы этот тренд Там Благодаря Утратили Утратили Благодаря неким людям Которым мы посвятили полчаса Значит Ну тем не менее Там Многие кто в этом виноват Значит Идея на самом деле Она по себе хорошая Она очень Интересная Я думаю что С учетом того Что мы живем в 21 веке И видим какие технологии И видим как развивается Образование в других странах И в других городах То конечно Для города Кирова Это было бы очень круто Значит Возникает главный вопрос Идея хорошая Идея очень сама по себе хорошая Насколько власть Власть ее поддержит Потому что Готова власть ее поддержать Очень сложно мне сказать Потому что я сейчас Не являюсь там Ее никакой частью И Как бы Если бы меня спросили Если бы я был власть Я бы сказал Конечно Я хотел бы эту идею поддержать Значит Но Главный вопрос возникнет Сколько это все стоит И где взять деньги И где взять деньги И я думаю что в этом случае Мы там однозначно Власть упрется И скажет Что на такие проекты На сегодняшний день В бюджете Кировской области И тем более В муниципальном образовании Города Кирова Таких денег нет И даже под юбилей города Их не выбить Ну я думаю что программа Под юбилей город Уже вся сдана И наверное Это уже такой Опоздалый пояс Который уже наверное ушел То в данном случае Если бы На самом деле В план бы развития города И области Именно внедрить Вот это решение Которое пришло Очень вовремя И хорошо Я думаю что это было бы Очень хорошо Но мне кажется что Мы пойдем по второму пути развития Который ты и сказала Потому что сегодня Он для власти гораздо ближе И проще То есть появится Жилой микрорайон Ну с элементами Социальной инфраструктуры Да Благодарю Дмитрия Русских Депутатов Зактобрания 4 и 5 созывов Предпринимателя Спасибо программу Особое мнение На этом завершается Особое мнение На 101FM